Всем привет! Делаю видеообзор двухспального дома на Минаме. Нахожусь на террасе. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть на террасе. Во-первых, терраса большая, много зелени вокруг, чувствуется приватность. На террасе мы видим столик, диванчик, два стула, мебель хорошая. Видим также вентилятор. Очень классно. Давайте заходим в дом. В доме мы видим гостиная плюс кухня. В гостиной у нас есть телевизор. Посмотрим, что у нас с разъемами. USB, HDMI есть. Такая вот тумба. Дальше видим москитные сетки, кондиционер, вентилятор. Дальше тоже окно с москитными сетками, такая вот интересная лампа. Диванчик, креслицы, столик. Все вполне приятно. Плетеная мебель. Далее мы видим стол с четырьмя стульями, где можно покушать. Идем дальше. Попадаем на кухню. Видим холодильник двухкамерный, хороший. Далее у нас ящички всякие. Раковина, блендер. Далее у нас есть газовая плита, вытяжка. Посмотрим по комплектации, что у нас есть какие-нибудь. Так, ну, так как здесь никто не живет, скорее всего, посуду предоставляют. Поэтому тут все вот так вот убрано. Здесь вот еще такая подставочка. В принципе, кухня небольшая, но в ней очень удобно. Все можно разместить, расставить. Далее вот зеркало очень такое хорошее. Идем дальше. Дальше мы попадаем в санузел. Санузел сделан хорошо. Есть вот такая вот душевая кабина. Очень здорово. Нагреватель, лейка. Далее вешалка для полотенец. Мнитаз. Раковина. Зеркало отличное. Большое. Вот подставочки. Даже я вижу еще лампу с подсветкой. Опять же видим москитные сетки. Идем дальше. Попадаем в первую спальню. В спальне мы видим вентилятор, кондиционер, туалетный столик, москитные сетки, шкаф. Что на шкафу? Шкаф тоже хороший. Есть полочки, есть штанга. Все можно повесить. Вот тумбочки прикроватные. Запах немножко есть такой. Такой немножко старины. Я бы сказал, немножко задхвости. Но это решается вопросом проветривания. Также из спальни можно попасть вот на террасу. Идем дальше. Попадаем во вторую спальню. Но эта спальня никак не оборудована. Здесь есть только шкаф, но нет кровати. Можно ее под кабинет оборудовать. Хозяин говорит, что разные постояльцы. Кому-то нужна кровать, кому-то не нужна, кому-то нужны кровати для детей. Поэтому он не заморачивается на этот счет. И говорит, кто хочет, пожалуйста, можете купить или как-то арендовать. Поэтому он держит ее пустой. На усмотрение постояльцев. Видим москитные сетки. Везде москитные сетки. Здесь есть вентилятор. Кондекционера здесь нет. Идем дальше. Попадаем на вторую террасу. Здесь есть у нас столик, стулья. Такая вот тоже зеленая территория. Садик. Очень приятное. Можно делать барбекю. Место очень тихое. Хороший вид. На самом деле, по своей цене, качество, дом неплохой. Неплохой. Очень просторный. И в нем, думаю, можно комфортно устроиться. С учетом того, что здесь очень тихо. Интернет хороший. Правда, далековато до моря и до всей инфраструктуры. Территория резорта очень приятная. Все везде зелено, травка. Тут даже просто можно прогуляться. Уже становится хорошо. А давайте посмотрим. Здесь есть еще бонус в виде бассейна. Такой вот бассейн. Бассейн небольшой. Бассейн небольшой. Тихо, спокойно. Бесприятно отдыхать. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok